Добрый вечер, в эфире Вескарачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев. Сегодня глава Республики Раша Тимрезов провел заседание антитеррористической комиссии с участием членов правительства, руководителей территориальных подразделений, органов безопасности и правоохранительных структур, военного комиссариата, а также глав городов и районов. В числе обсуждаемых вопросов совершенствования мер антитеррористической защищенности, объектов жизнеобеспечения и военкоматов. Еще одной темой стало обсуждение меры по совершенствованию работы органов исполнительной власти и местного самоуправления Республики при реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма. Также сегодня Рашид Тимрезов принял участие в работе заседания парламента Республики. Депутаты рассмотрели ряд законопроектов, направленных на социально-экономическое развитие региона. Министр внутренних дел по Карачаево-Черкесии Олег Мальцев рассказал об основных показателях оперативно-служебной деятельности подразделения МВД, а также обратил внимание на вопросы, по которым работа ведется недостаточно эффективно. Среди них обеспечение безопасности дорожно-транспортного движения. Несмотря на большую работу, которая ведется по улучшению качества дорожного полотна, на федеральных и региональных количество ДТП остается высоким. Рашид Тимрезов поблагодарил министра и обратил внимание коллег на то, что дальше должны вместе работать над выполнением задач по обеспечению безопасности наших граждан в борьбе с преступностью, вместе противостоять любым проявлениям экстремистских и террористических проявлений. Не менее важные и ответственные задачи предстоит решить в текущем году с учетом общественно-политических, социально-экономических и иных проблем, а также проводимые специальные военные операции. Завершая выступление, хочу поблагодарить вас, руководители органов государственной власти, местного самоуправления республики, за сотрудничество при обеспечении правопорядка, понимания и помощи в решении проблем, возникающих в деятельности органов внутренних дел. Уверен, что такое взаимодействие продолжится и в дальнейшем. Сегодня на базе СОБР «Клинок» управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии прошло торжественное построение, посвященное 30-летию со дня образования отряда. В адрес бойцов личного состава прозвучали поздравления от имени командующего Северокавказским округом войск Росгвардии. Было отметено, что за годы службы СОБРовцы продемонстрировали готовность к действиям в сложных экстремальных ситуациях, а также эффективность противодействия террористической угрозе. За добросовестное нанесение службы, высокий профессионализм, стойкость и мужество отличившихся сотрудников СОБР «Клинок» вручили почетные грамоты, благодарственные письма и медали участнику специальной военной операции. В завершении мероприятия присутствующие почтили память погибших при исполнении служебного долга сотрудников отряда и возложили венок и цветы к мемориалу. Это замечательный юбилей, который свидетельствует о вашей надежной профессионализме и высокой эффективности в выполнении поставленных задач. За годы службы вы продемонстрировали готовность к действиям в сложных экстремальных ситуациях, а также эффективность противодействия террористической угрозе. Ваш вклад в обеспечение безопасности республики и нашей страны в целом особенно ценен. Я выражаю глубокую благодарность за вашу преданность и служение. За 30 лет отряд имеет свои традиции, имеет прочный, надежный коллектив, который профессионально может выполнять поставленные на данное подразделение задачи. Прежде всего, сотрудник СОБРа должен быть предан своему отряду, а мужество, выносливость, сила, умение – это все должно быть у него до этого и так. Самое главное – он должен предан быть своему отряду, своим товарищам. Я считаю это главным. СОБРа я хотел всегда, еще до того, как пошел в армию на срочную службу. Там подписал контракт и только видел себя в элитном подразделении Росгвардии. Поэтому потихонечку шел по этому пути. Когда попал, был очень доволен этому. Тут присутствуют лучшие командиры с большим боевым опытом. В Черкесске завершаются ремонтные работы первого общежития СКГ. Преображение здания и помещения стало возможным благодаря реализации народной программы партии «Единая Россия». Артур Мкце подробнее. Так это здание под аватаро-84 в Черкесске выглядело год назад. Разбитая лестница, по которой опасно перемещаться. Унылые обшарпанные коридоры и общие помещения, малопригодные для жилья комнаты. Построенное в 1981 году общежитие Северокавказской государственной академии давно нуждалось в капитальном ремонте. Разительные перемены встречают уже у входа. Представители регионального отделения «Единой России» провели мониторинг качества проделанной строителями работы. В здании сейчас проживают около 400 студентов, преимущественно из Индии. Говорят, что прежние условия были намного хуже. «Сейчас нравится больше, чем в прошлом году это общежитие. Сейчас тут всё удобно, всё как мы хотели сейчас так». Примерно так теперь выглядит каждый из девяти этажей общежития. Ректор вуза Руслан Качкаров поделился своими впечатлениями от увиденного. Рассказал о планах на ближайшую перспективу. «Те деньги, которые нам предоставили в качестве вот этой поддержки для наремонта этого общежития, мы их в основном направили на места общего пользования, коридоры, площадки, кухни. Ну, то есть вот такое вот, чтобы это всё было достаточно эффективно и стабильно. Но там же ещё есть комнаты, секции у нас. Туда мы где-то около 10 миллионов собственных средств из небюджета, которые мы зарабатываем сами, ещё тоже мы как бы вложили, и сегодня, ну, более-менее, как бы, мы довольны тем состоянием, которое сложилось». «Мы сегодня прошлись вместе с ректором, посмотрели ещё раз итоги осуществлённого ремонта, пообщались со студентами, студенты очень довольны. Конечно же, мы хотим уделить этому вузу ещё больше внимания, будем стараться для этого приложить все усилия, чтобы выделены были средства на полный ремонт комнат, помещений, фасада здания. А в целом в «Единой России», конечно же, много других ещё направлений». На данный момент капитальный ремонт проходит в трёх общежитиях вузов республики. Помимо здания Академии, ещё два жилых корпуса в Карачаевске. К слову, народная программа, в рамках которой удалось преобразить эти помещения, была составлена при участии трёх миллионов человек, высказывавших свои пожелания по тому или иному объекту. Кроме того, в перспективе до 2025 года будет уделено внимание и другим учреждениям, в частности, среднепрофессиональным учебным заведениям, в планах в том числе модернизация имеющегося оборудования. Артур Махцей, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Карачаево-Черкесия. Отроночью минус два, минус четыре, а днём девять, одиннадцать градусов тепла. Ночью и утром на дорогах гололедится. В картинной галерее открылась выставка двигающихся, говорящих и поющих героев из любимых советских сказок и мультфильмов. Ждём вас ежедневно с десяти до девятнадцати часов. Выходной понедельник. Сотелла-мебель. Широкий ассортимент от мягкой до корпусной мебели. Доставка по Карачаево-Черкесии Ставропольскому краю бесплатна. Станица Отрадная, улица Широкая, 2Б, второй этаж. Телефон 8-952-836-47-03. Федеральная служба судебных приставов и Всероссийский государственный университет юстиции подвели итоги конкурса научных работ, посвященных истории образования, развития современной деятельности Института судебных приставов в России и зарубежных странах. Всероссийский конкурс развивает научный потенциал молодёжи в области юриспруденции и активное вовлечение учащихся в деятельность по решению юридических проблем в области принудительного исполнения судебных решений в России. Студенты нашей республики активно занимаются научно-исследовательской работой. В управлении судебных приставов подвели итоги первого этапа конкурса. Лучшими были признаны научные работы студентов 3-го курса Юридического института СКГ Мухаммада Семёнова и Дарьи Хабичевой. Им вручили дипломы, а научных руководителей Осяд Барлакову и Марту Богатырёву отметили благодарственными письмами. Так как я хочу в дальнейшем работать в этой сфере, для меня этот конкурс был достаточно важным. И когда мне уже предложили поучаствовать в нём, и когда я узнал, что есть номинация «Продознание», я с удовольствием согласился и вместе с моим научным руководителем Варлаковой Асиат Хысейной мы написали статью. Сотрудничество в рамках этого конкурса является доброй традицией нашего учебного заведения и управления Федеральной службой судебных приставов. То есть даже лично я, как научный руководитель, принимаю участие уже третий раз. Но здесь хотелось бы сказать, что очень отрадно видеть интерес конкурсантов, наших студентов. И самое приятное, что данные мероприятия, в том числе проводимые конкурсы, они позволяют раскрыть научный потенциал, творческий потенциал наших студентов. В эти выходные колледж культуры и искусств имени Аслана Даурова принимает у себя в гостях хоровой колледж из Санкт-Петербурга. Подробнее в концерте «Хоровых диалоги» Санкт-Петербург, Черкес, к вестям рассказали преподаватель хорового отделения и руководитель хора студентов Республиканского колледжа Мария Смирнова. 1 апреля на сцене выступят детский хор ферломанического общества Санкт-Петербурга и коллектив нашей республики – хор студентов дирижерского хорового отделения. А уже 2 апреля состоится мастер-класс педагога-музыканта и дирижера из северной столицы Екатерины Андреевой для преподавателей школы искусств. Два молодых коллектива выйдут на сцену большого зала колледжа и поделятся своим творчеством, музыкой, которую они приготовили. Мероприятие будет невероятно интересно и преподавателям республики, как музыкальных школ, так и школ искусств, и, возможно, организациям дополнительного образования, и также учащимся. Мы приглашаем всех 1 апреля в субботу в 14.00, а также 2 апреля в воскресенье в 12.00. В Черкесске в Центре развития предпринимательства на Горького-8 продолжает свою работу рыбная лавка «Дары Камчатки». Большой выбор рыбы, морепродуктов, консервов и непременно красная икра. Ярмарка рыбы будет работать до 2 апреля включительно. Провило для души и тела. В Черкесске в диагностическом центре «Доктор М» появился уникальный тренажер – средство профилактики, множество заболеваний, развитие силы и выносливости. После занятий на провило улучшается осанка, походка и даже голос поднимается. А тело становится легким, появляется бодрость, наступает прилив сил и энергии. Смотрите подробности. Укрепить мышцы, суставы и сухожилия, улучшить выносливость организма, повысить гибкость и даже ловкость – все это возможно благодаря тренировкам на тренажере «Провило». В диагностическом центре «Доктор М» совсем недавно был установлен один из самых функциональных аппаратов в России. Заниматься на нем может практически каждый. При этом перед началом курса тренировок обязательно консультация врача. Показания для применения провила – это практически любая работа с мышечной системой нашего организма. То есть это системный подход для восстановления мышц, для укрепления, для снятия мышечного спазма, для восстановления после перенесенных операций, перенесенных травм, перенесенных тяжелых заболеваний. По факту этот аппарат, он в комплексе вместе с работой с врачом, с врачом-реабилитологом, врачом-неврологом, комплексом массажев и кинозеологических манипуляций, показан при большинстве заболеваний опорно-двигательной системы. Большинство пациентов приходят на занятия с похожими жалобами – боли в спине, чувство скованности и зажатости. Вот и Марина Шаева не один год страдала от боли в пояснице. Сидячая работа, старые травмы только усугубляли положение. Узнав о том, что в «Доктор М» появился тренажер провила, она решила попробовать занятие и ни разу об этом не пожалела. У меня сегодня пятое занятие. Получается, два раза в неделю я посещаю тренажеры провила. У меня жалобы в поясничной области грыжи. Были боли в пояснице, тянула ногу. После первого занятия мне уже было легче. То есть жалоб нет уже после первого занятия. Чувствую себя великолепно. Программа занятий на тренажере провила строго индивидуальная. В зависимости от жалоб пациента, его физической подготовки и возможностей. После консультации врача, квалифицированный тренер проводит первичную диагностику проблемных зон и подбирает эффективные упражнения. Сама тренировка включает в себя несколько этапов. Выявляем те точки, на которые были жалобы, что с ними не так. И потом уже проводим мы массаж разогревающий, проводим мануальные техники. И уже потом приступаем к программе на тренажере провила. На тренажере провила мы делаем также всё индивидуально. То есть, если человек, например, с поясницей тоже пришёл, по пояснице будем прорабатывать отдельные упражнения по одному сегменту, по другому и по третьему. По разным направлениям разные упражнения. В диагностическом центре также есть возможность быстрого знакомства с тренажёром. Для желающих доступна экспресс-тренировка. Ну а те, кто хочет пройти полный курс, могут записаться на приём по адресу город Черкесск, улица Даватра, 36, диагностический центр «Доктор М». Или по телефону 8-928-386-44-94. Мадина Лайпанова, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия. Это все Вести на сегодня. Хороших выходных и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова